А вот для пресловутого львовского мусора по-прежнему не могут найти места. Только один Червоноград согласился предоставить свой полигон. Почему мэры небольших городов всячески отказываются от львовских отходов, узнавала Галина Якушко. Не меморандум, а фелькина грамота. Ни один из 20 небольших городов области не согласился подписать договор с горсоветом Львова о приеме отходов. У нас нет ни одной долгосрочной договоры с полигонами, которые находятся в тех местах, которые подписали меморандум. Ситуация на случайно сложна. Мы готовы, деньги мы предоставили в местном бюджете 20 миллионов на помощь тем местам, которые будут работать с Львовом. Даже за миллион гривен мэр старого самбара, что в 100 километрах от Львова, не готов принимать мусор. Мол, полигон и так переполнен в деловом костюме и в замшевых туфлях, Игорь Трюхим ведет нас на свалку. Деньги, которые обещает львовская мэрия, имеют целевое назначение. Их можно потратить только на трактор и ремонт 4 километров дороги, которая ведет на полигон. Но Игорь Трюхим готов отказаться и от того, и от другого. Ведь сбрасывать такое количество отходов просто некуда. Из старого самбара один мусоровоз приезжает сюда раз в три дня. Из Львова должен каждый день. Питание, что потом самим делать? Мы приняли, а потом сами будем куда? Возвести до Львова, или в самбар, или куда-то другое? Потому что у нас нет куда высыпать. Надо выходить из ралли с объемом. А чтобы ни один львовский грузовик не проник на свалку, на въезде поставят шлагбаум. Поставить так шлагбаум, чтобы не был полностью обмеженный въезд, не санкционированный, чтобы не было заездов. Категорически против львовского мусора и жителей села Ки находится полигон. Как-то сметчезвалище находится в селе за межами города. А города получает за это деньги. Это очевидно, что есть против сельских громад. Потому что какой им сенс получать негатив, сметчат, чтобы им эти запохнили неприятные. Но пока только один город согласился принимать мусор из Львова. За полтора миллиона гривен в Червоноград будут доставлять 40 тонн отходов каждый день. Это также единственный город в области, который может похвастать мусоросортировочной линией. Глина и Кошкири, Голубинка. Подробности телеганал Интер Львовской области.